Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зодия, на аппарате Дженни Леклю, детективу. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наши приключения и мы сейчас находимся в секретном туннеле под кладбищем. Давайте посмотрим, куда он нас приведет и что здесь делают вот эти трубы, провода. Опа! Еще одно устройство? Если огромные кабели лишь навели на мысль, то массивный металлический корпус не оставил сомнений. Это не тоннель, это вход в еще одну лабораторию, как та, что была в лесу. И сколько их таких всего? Присутствие столь необычных и чужеродных объектов в Артрутоне порождало еще больше вопросов. Кто поместил их сюда и с какой целью? Дженни казалось, будто само кладбище построили вокруг этой сферы. Идеальное потайное место. Если что-то настолько приметное можно было так просто скрыть? Что же еще прячет Артрутон? Так, а мы можем как-то... А, здесь вход. Так, нужно наверх включить свет. Так, нет. Ладно, хотя бы знаем, что оно работает. Когда замысловатая машина с гудением ожили, Дженни заметила удивительное сходство, которое упустила ранее. Кое-что здесь похоже на устройство лаборатории Сьюзи. Как же я раньше это проглядела, у меня есть вопросы к этой девочке. Ну, я на самом деле замечал уже это сходство, но как бы я думал, это просто такой визуальный стиль, что типа все приборы так выглядят в игре. Ладно, давайте осмотрим радио. Еще одно радио. Возможно, они используются для связи между лабораториями. Это была просто догадка, но если она верна, Тот, кто передает это сообщение, может находиться в другой сфере, спрятанной где-то в городе. И что, нам то же самое нужно делать сейчас? Так. Кто-то что делает? Замедляет? Так, больше похоже. О, уже близко. Нет, нет, нет. Вот. Ну, вот че. Вот. 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 Миллиметр сдвинуть нужно было. Это тот же голос, что и раньше. Медведь 39, волк 24, отца 40, кролик 60. Код отличался от предыдущего, но все такое же странное. Дженни аккуратно записала слова в дневник. Посмотрим, что об этом расскажет Сокол и Ласка. Ну мы уже знаем, что делать, это уже повторяется. Ладно, медведь у нас есть. Давайте проверим, стоп, не появилось ли здесь наклейки какой-нибудь. Нет. Медведь 39. Дальше. Здесь на что медведь и кролик 60, кстати. Медведь 34 еще. Кролик 17. Дальше. Ласка 56. Сокол 41. Сокол 41. Волк 24. Так. Волк 24. Волк 26. Овца 40 и овца 66. А гусь 21. Очистить зараженных грядет лишь смерть. Навеку молкли. Отчаяние одно уж близко. Это послание, хотя и весьма зловещее, заставило ум Дженни работать с бешеной скоростью. Эти сообщения отправляет человек в черном? Очистить зараженных, навеку молкли. Имеет ли это какое-то отношение к декану Стросбери? Не могло быть совпадением, что я нашла экземпляр той же книги у тела декана. Но какая между ними связь? Грядет лишь смерть. Отчаяние одно уж близко. А теперь они подбираются к маме. Что ей такое известно, чтобы убивать ее за это? Хорошо. Здесь мы разобрались. Это устройство было незнакомо Дженни, но что-то в нем привлекло ее внимание. Давайте вначале по кругу осмотрим. Может наклейка будет? Судя по всему нет. Но есть кнопка включения. Так, с этим мы подождем. А сюда не нужно ли кольцо вставить декана? По-моему, когда оно раскрывается, оно примерно такую же форму получает. Большая металлическая пластина с заметной выемкой на поверхности. Это форма. Где я ее раньше видела? Кольцо декана. Так, а я не помню, как его открывать. Черт, ну я ведь его уже открыл, был опять заново вспоминать. Здесь, по-моему, нужно как-то... Ну, довольно просто. Подходит. По сути, оно идеально подошло к выемке, будто для нее и было сделано. Может, его повернуть нужно? Может, это как ключ теперь? А зачем тогда вот это? Кажется, не работает. Наверное, где-то просто контакт отошел. Похоже, что держатель поворачивается на шарнире. Не могу сдвинуть, слишком тяжелый. Кусок редкого артуртонианского кварца. Искусственно вырезанный и ограненный с ювелирной точностью. Возможно, это антенна. Или же катушка тока. Но откуда к ней поступает ток? Я думаю, тебе здесь Юзи. Ох, как помогла бы сейчас. Так, вот это нам, наверное, нужно открутить. Давайте быстренько взглянем еще. Вокруг. Есть. Так, опять головоломка с проводами, но уже посложнее. Ну, Дженни знала, что лучший способ починить что-то электронное, это возиться с ним, пока не загорятся все лампочки. Да, это наш метод. Так, ну, давайте посмотрим. Значит, нужно здесь, чтобы были соединены все проводки. Вот этот соединен с вот этим синим проводом. Вот этот. Так не пойдет. Вот так. А здесь тогда сделать вот так. Вот от этого синий идет. Стоп, нет, так не пойдет. Тут только вот так получится. Вот так. Вот этот фиолетовый должен сюда идти. Вот так. Отсюда два красных. Вот. Если стать великим детективом не получится, Дженнис может преуспеть в ремонте приборов в случае необходимости. Так, ну что теперь? Пробовать еще раз? О. Дженни, я бы отошел на твоем месте. Я так и глаза могла лишиться. Истинное назначение устройства пока что останется тайной. Но для чего бы оно ни служило, все это было очень серьезно. Декан Стросбери как-то связан с этим местом. Знал ли Декан о секрете, связанном с его кольцом? Знал ли нет, но похоже, что из-за этой тайны его и убили. Ну, в принципе, я думаю, Сьюзи могла бы нам здесь помочь, потому что она там может добыть этого кварца. Он принадлежит ее семье. Она знает, где его взять можно. Попробовать заново? Хотя, черт его знает. Вот здесь что-то есть. Вот я сразу заметил этот прямоугольничек. Заглянуть под кабель. Что-то пряталось в плетении кабелей, и глаз обычного человека не мог бы заметить. Но Дженни Леклёв была великим детективом. Кто-то засунул книгу под тот кабель. Даже я это заметил. Секретно. Слово легло бальзамом на душу Дженни. Так, первым делом смотрим, нет ли здесь где-то наклеек. А потом все почитаем. По-моему, нету. Так, восемь улик. Давайте по порядку будем читать. Запись первая. Напоминание прачечное. Купить новое белье. Наконец-то. Сегодня мы запустили проект Эксельюс Эксельсиор. Благодаря нашим чудесным благодетелям. Могу сказать, что моя лаборатория точно такая, как я и хотел. Идеально спрятана и великолепна. Я назову ее сфера Зазера. Зазер. Дженни было знакомо это имя, но она никак не могла вспомнить, где слышала его раньше. Он изобрел эту лабораторию, он называл ее сфера Зазера. Ну, теперь я хотя бы имя знаю. Найджел считает, что называть ее в свою честь пафосно. Но пусть сначала сам спроектирует сооружение, способное выдержать такие невероятные внешние силы. Независимо от ее названия, мы наконец сможем изучить и укротить мощь самого ценного ресурса Артуртона. Имеется, видимо, в виду на кварц. Кто входит в совет трех? Надеюсь, финансирование не иссякнет. На заметка, Найджел продолжает коверкать мою фамилию. Могу поспорить, что нарочно. Я профессор Зазер. Как лазер, но Зе через Зе. Неужели сложно? Эти машины построили, чтобы изучить и укротить мощь самого ценного ресурса Артуртона. Они ставили эксперименты на самом городе. Совет Трех? Никогда о них не слышала. Похоже, что он тоже не знал, кто они такие. Но они оплатили все это. Так. Здесь оборвано. Запись номер 103. Еще одна сфера, введена в эксплуатацию. Проект разрастается. Каждый эксперимент обнаруживает новые свойства для изучения. Каждый результат подтверждает мою теорию. Этот город, правда, особенный. Заметил, как много времени перемещаюсь между лабораториями. Я устал руководить. Хочу уже приступить к работе. Здесь, похоже, ничего. Запись номер 104. Идея для новой лаборатории набросал чертежи для нового объекта значительнее и крупнее. Если мои расчеты верны, удастся получить до 1200% прироста выходной мощности. Это откроет нам целый океан возможностей. Напоминание. Снова попросить мистера Грея о встрече с админом. Они меня избегают и не уверен уже, что они существуют. Странно. Наводил справки, никто их не видел. Кто же они? Кто они? Я думаю, фамилия важна. Мистер Грей какой-то. Он спроектировал сферу побольше. Больше, чем это? Но построили ли ее? А если построил, то где? А что если под водой? Помните, самое-самое начало игры? Самая первая сценка. Человек в черном плывет на лодке и потом вниз пробирается. Значит, фамилия мистер Грей не важна. Я думал, она будет важна все-таки. Ладно. Запись номер 288. Ужасная помеха. Слишком поздно заметил аномалию в эксперименте Барсу. И, конечно же, господа Грей и Блу прибыли как раз к моменту взрыва. Повсюду плазма, все модули потеряны. Блу чуть не лишился глаза. В пятницу придется отчитаться. Это отбросит нас на целые дни недели. Запись номер 289. Дни сливаются в один. С каждым экспериментом мы все ближе к тому, что кажется невозможным. Но странное происшествие в лабораториях продолжается. Кто ворует мои ручки? Еще и в крестики-нолики умудрились поиграть. Грей и Блу. И счет, фамилия? Хотя, возможно, это прозвище, потому что Грей и Блу это, в принципе, название цветов на английском языке. Серый, синий. Может, это просто их прозвища такие? Кодовые имена. На двери, ведущий к этой лаборатории, был барсук. Да, это я заметил. Наверное, это и есть эксперимент, о котором он говорит. Значит, что-то здесь проблема, есть аномалия какая-то. Возможно, как раз-таки тот кристалл, который взорвался, это и есть аномалия. Запись номер 297. А новые помехи. Снова нежелательные задержки. Изнеможение плюс спешный график равно опасное условие. Почему они настаивают на испытаниях в эти выходные, а мы еще не готовы? Нужно повысить технику безопасности и бдительность, чтобы избежать новых заражений и аварий. Начинаю думать, что им это нужно не для благой цели. Кто-то снова шел за мной до дома вчера ночью. Совет трех. Кто они? Знания, невежество, прогресс, упадок, порядок, саморазрушение. Что-то мне опять подсказывает, что это связано с отцом Женей. Вот прям очень подсказывает. Возможно, эксперимент как раз в тот день и должен был быть, когда произошла-то авария. Возможно, из-за этого эксперимента. Изнеможение, спешный график, опасные условия. Явные сходства с условиями работы ее отца бросались в глаза. Да, Дженни это тоже заметила. А совет трех, возможно, совет трех самых важных людей в городе, допустим, в Страсбери, которые здесь уже поколениями работают деканами, плюс родители Сьюзи, потому что они здесь самые богатые. Их не есть семья и еще кто-то. Так, по-моему, а нет, еще будет запись одна. Запись номер 342. Спал в лаборатории, дома ничего не ждет. Что я здесь делаю? Чего на самом деле мы пытаемся достичь? Нужно верить, что наши личные жертвы оправданы, послужат великой цели. Запись номер 385. Это моя вина. Слишком поздно, я был так наивен. Их лица все время стоят перед глазами. Крики, темнота, дыра никогда не заполнится. Все мертвы. Это моя вина. Это моя вина. Все мертвы. Это моя вина. Слова эхом отразились от металлических стен призраки былой трагедии. Что он сделал? Наверное, это было ужасно. Запись номер 621. Какое противоречивое чувство. Спустя 7 лет мы наконец получили устойчивые, повторяемые результаты. Но слишком высокой ценой. Выходной коэффициент невероятен, а мы лишь начинаем открывать потенциал. В хороших руках это сможет изменить мир. Новая лаборатория почти запущена. Но не уверен, что мы готовы. Они, как всегда, будут подгонять. Но выход на полную мощность займет годы. Возможно, еще не поздно учесть случившееся. Безопасность прежде всего. Люди. Прогресс. Эта запись сделана намного позже. Здесь не хватает многих страниц. Кажется, что несмотря на случившееся, он спустя долгое время продолжил работу. Как это всегда бывает с запутанными тайнами, каждая новая улика приносила больше вопросов, чем ответов. Но теперь она знала о назначении этой сферы Зазера и о людях, построивших ее. Совет Трех. Это была не очень хорошая зацепка, но хоть что-то. Так, ну все получается. А это что? Еще один чистый плащок бумаги. 10-28. Найджел, 10-28. Пожалуйста, прекрати записывать этот код. Запомни его. Уничтожен эту записку немедленно. Зазер. Достижение журнала Зазера получено. 10-28. Мы записали это? Мы это не записали в журнал к себе? Понял. Тогда я сейчас запишу к себе в тетрадь. Секунду. 10-28. Есть. Так, компьютер. Вберите код доступа для начала работы. 1-0-2-8. А, Дженни сама его вводит. Действительно. Код подтвержден. Система разблокирована и готова к активации. Подготовка к запуску испытания 12. Попытка 78. Сфера загерметизирована. Зарядка катушек магнитного преобразователя. Аккумуляция гальванических элементов. Инициализация эксперимента 12.91. Кстати, вы ведь помните, что в городе постоянно отключается свет, возможно, из-за этих экспериментов как раз таки. Каждое отключение это использование такой машины. Лестница упала. Отлично. Уровень радиации приведем к безопасному. Испытание 12 прошло успешно. Разгерметизация сферической капсулы. Не забывайте, здоровый работник, эффективный работник. Покиньте станцию для обязательного 15-минутного перекура. Интересно, что сделала эта машина? Меня хоть плазмой не облило, и то хорошо. В прошлый раз камни летали. Так, а с вот этим устройством мы еще придем сюда или нет? Кто его знает? Посмотрим. Ну, сейчас у нас получается путь только один туда, к той лестнице упавшей. Если только здесь не изменилось еще что-то... Все может быть. Так, ну вроде камни не летают. Ничего такого. Надгробные плиты тоже на месте находятся. Никакие не взлетели. Трещина подозрительная. У нас взрывчатка просто есть. Может быть, нужно ее сюда впихнуть и взорвать? Дженни! Ты уже нашла вход? Пока нет. Дженни не хотелось раскрывать свою находку, но у Сьюзи могла быть важная информация. Так, Зазер, лабораторное оборудование. Про что мы расскажем ей, что ли? Ну, я думаю, про Зазера. Оборудование-то мы как сейчас сможем описать? Ты раньше когда-нибудь слышала имя Зазер? Профессор Зазер? Да! Он был известным ученым. В авокадовом парке даже поставили его статую. Там-то я и видела его имя. Он работал на компанию моей семьи, но это было очень давно. Возглавлял научно-исследовательский отдел. По крайней мере, пока... Пока что? Ну, это грустная история. Он сошел с ума из-за отравления ртутью. Его пришлось поместить в лечебницу. Сказали, что он опасен для себя и окружающих. А почему ты хочешь узнать о нем? Доверимся, конечно. Я нашла кое-что, принадлежавшее ему. Ничего себе! На кладбище! Одно из его безумных изобретений! Что-то вроде того. Мне нужно идти. Затаись и дай мне знать, если кого-то увидишь. Хорошо. Удачи тебе, Дженни. Возможно, нам нужно к его статуе. Может, на ней какие-то подсказки тоже есть? В лечебницу, я думаю, его неспроста отправили. А может, даже только заявили, что отправили, а на самом деле он где-то продолжает свою работу, свои эксперименты, поэтому свет отключается. А может быть, он сбежал из лечебницы? Так, здесь мы не были, поэтому давайте здесь мы все хорошенько осмотрим. Вот, любопытство вознаграждено. Обрывочек еще один подобрали. Великолепно. Там обсерватория на заднем фоне с огромным телескопом. Какой-то холм, гора какая-то, прям на пирамиду похожая. Минуй ангела, что пал. Это оно. Вход должен быть где-то здесь. Еще одно сшифрованное сообщение в еще одной спрятанной лаборатории. Тайный тоннель под кладбищем. Как давно это все в Артрутенне? Кто за это в ответе? И как это все связано с убийством Декана? Да, вопросов очень много. Ух ты. Это мы вообще куда пришли? Куда это мы пришли пока что непонятно, но знаете что, ребята, давайте мы здесь с вами уже на сегодня прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.